Здравствуйте! Мы продолжаем прямые эфиры с представителями институтов. Сегодня поговорим о Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального Университета. Вы можете свои вопросы задавать в ВКонтакте КФУ. На ваши вопросы сегодня ответят заместитель директора по лечебной работе и базам практик Рушуния Фаритовна Гайфулина. Здравствуйте! Заведующий центром практической подготовки и аккредитации специалистов Эльвира Решатовна Закирова. Здравствуйте! А заведующий центром после дипломного образования Алия Марсинна Шагабиева. Ну а перед тем, как мы перейдем к вопросам, дадим приветственное слово Рушуния Фаритовне. Добрый день, уважаемые наши выпускники, уважаемые наши будущие абитуриенты. Мы сегодня рады приветствовать вас всех на нашем инсталайфе, который хотим посвятить вариантам вашего будущего развития как специалистов в области медицины. А это именно мы поговорим об ординатуре, о том, какие варианты ординатур сегодня есть в Казанском федеральном университете. Чем она отличается от ординатур других вузов, сколько всего направлений. Ну и все вопросы, которые вас интересуют, как будущих специалистов, как будущих наших абитуриентов, мы постараемся на них ответить максимально просто, коротко и чтобы вам было полезно. Начнем с базового вопроса. Какие направления реализуются в вашем вузе? На сегодняшний день у нас вот до этого года реализовывалось 38 направлений ординатуры. Это совершенно разные специальности по лечебному, студенты, которые заканчивают лечебные дела, стоматологии, фармации. В этом году мы получили еще 4 лицензии на 4 вида ординатуры. Это офтальмология, это лор специальность, это фармации и это рентген-эндоваскулярная хирургия. Таким образом, со следующего года у нас реализовывается уже 43 специальности, по которым вы можете также поступить к нам в Казанский федеральный университет. У нас будут и бюджетные места, и внебюджетные места, поэтому контрольные цифры приема довольно хорошие, большие, и мы, я думаю, сможем многих из вас увидеть в рядах наших ординаторов. А когда в этом году подавать документы в ваш институт? Наверное, об этом расскажет Алья Марсовна, так как она человек, который отвечает за реализацию программы ординатуры в нашем институте. Всем здравствуйте, рада вас приветствовать. И хочу сказать, что к освоению программы ординатуры привлекаются, конечно, лица, имеющие высшее медицинское образование или фармацевтическое образование, причем учитываются и квалификационные требования, которые у нас разрабатывает Министерство здравоохранения Российской Федерации. Обращаю внимание на то, что ординаторы, абитуриенты, поступающие в ординатуру, могут выбрать две специальности внутри одного вуза. И в этом году прием будет осуществляться как дистанционно, так и очно. Что означает дистанционно? Это просто зайти на сайт приемной комиссии, во вкладке ординатуру будет активная ссылка, подать документы, в которые она будет активна у нас в определенной даты. Начало приема документов будет с 1 июля по 11 августа. Именно в этот момент вы можете зайти на сайт приемной комиссии, подать документы в дистанционном формате. Если вдруг у кого-то есть тревожность и хочет кто-то подать документы очно, вы можете принести их тоже в город Казань, Карла Маркса, 76, корпус 1, в кабинет 108. Данная информация также размещена на сайте приемной комиссии. И хотела бы обратить внимание, что поступление в этом году через суперсервис «Поступай вуз онлайн» и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг именно по программам ординатуры в этом году не предусмотрено. Поэтому обратите на это внимание, у вас есть только два варианта – через сайт приемной комиссии и очно. Будем ждать ваши документы. Можете рассказать, как и где проходят вступительные испытания для поступления в ординатуру? Тогда я продолжу. У нас вступительные испытания будут с 12 по 16 августа. И расписание уже висит на сайте приемной комиссии. Там у нас, если вы откроете это расписание, вы увидите, что три дня выделено как основные дни. Это 12, 13, 16 августа. И, конечно же, заложен один резервный день для сдачи этих вступительных испытаний в форме тестирования 17 августа. Что такое вступительные испытания? Это необходимо пройти тестирование 60 вопросов в течение 60 минут. И нужно сказать, что все тестовые задания, они формируются автоматически посредством программного обеспечения, и не через комиссию, и через единую базу оценочных средств, которые сформированы Министерством здравоохранения Российской Федерации. И результаты формируются также автоматически, выгружаются протоколы. То есть ординатура сейчас ориентирована на автоматический прием и тестирования, и документов. А вот какие были проходные баллы в прошлом году, и какие будут в этом? Пока неизвестны? Думаю, что Рашинифорит. Да, хорошо. Вы знаете, прогнозировать, какие будут проходные баллы, очень сложно. Поэтому по каждому направлению эти проходные баллы совершенно индивидуальные. И все зависит от уровня подготовленности и уровня наших абитуриентов, которые хотят поступить. Баллы, на самом деле, при поступлении в ординатуру, это как совокупность неких наборов баллов, которые студент зарабатывает в течение своей учебы. Если он только, например, учился и публиковал свои статьи, научные публикации, это определенное количество баллов. Если он еще занимался какой-то медицинской деятельностью, то это плюсом официально занимался. То есть был медицинским братом, медицинской сестрой, санитаром в медицинской организации. Это плюс еще определенное количество баллов. Обо всех этих баллах, кстати говоря, у нас есть на сайте информация. Там это балльная рейтинговая система при поступлении. Можно посмотреть в правилах приема поступления в ординатуру. Но нужно учитывать, что если человек проработал после окончания института год, например, в лечебном учреждении, будучи врачом, например, участковым терапевтом, участковым хирургом и так далее, участковым терапевтом, то у него сразу идет 100 баллов к его наработанным баллам. Если он проработал 2 и более года, это плюс 150 баллов. То есть, если к нам поступит много врачей, которые уже сегодня имеют стаж, то, конечно, баллы будут очень высокие. Это плюс к их основным баллам добавится еще 150, например, баллов. Если же к нам будут поступать студенты, которые закончили только медицинский вуз, и у них будет послужной список только складываться из их научных составляющих и образовательных, и не будет медицинского стажа, то баллы будут средне-невысокие. Поэтому сказать, кто к нам придет, мы не можем, к счастью или к сожалению. Мы ждем всех, но те, кто будут иметь стаж работы в медицинской организации, у тех, конечно, сразу преимущество. Система настроена таким образом, что преимущество на их стороне, и они, скорее всего, быстрее поступят в ординатуру, нежели те, которые со студенческой скамьи. Ну и вот в связи с этим мне хочется сказать, чтобы наши выпускники медицинских вузов, которые не поступили в ординатуру в этом году, ни в коем случае не расстраивались. Это просто им нужно настроиться на большую работу. Значит, они должны проработать год, например, участковым врачом, и через год эта возможность у них сразу появится на 100 баллов выше у них будет, чем у выпускников вузов. Поэтому у каждого есть шанс получить свою специализацию, но не через год и не сразу, но через год, через два. Это обязательно будет возможность им предоставлено. Поэтому прогнозировать сложно, мы ждем всех. Я надеюсь, что будут высокобальники, и особенно те, которые заканчивают вузы и имеют медицинский стаж. Это, конечно, специализация для них в большей степени. А вот медицинский стаж, он идет как индивидуальное достижение или есть определенные другие индивидуальные достижения, за которые тоже даются баллы? Совершенно верно. Медицинский стаж, он идет как индивидуальное, одно из индивидуальных достижений, которые дают возможность набрать баллы. Вот, например, если к индивидуальным достижениям, например, если студент, который закончил документы, имеет с отличием вуз, то ему сразу дается плюс 55 баллов, например. Стипендия президента Российской Федерации плюс 20 баллов. Значит, если у него есть публикация в Скопусе или в Вэппо в Сансе, которые сейчас затруднительны, но еще есть журналы, которые приравнены к ним, то это плюс 20 баллов. Например, если он работал в должностях медицинского персонала на 0,5 ставки, так как он, будучи студентом, не может на большее количество претендовать, то это 15 баллов. Если же он работал на целую ставку, например, год участковым терапевтом, то ему не 100 баллов, например, 2 года и больше, 150 баллов и так далее. То есть все это написано в правилах приема, поэтому я рекомендую всем посмотреть обязательно перед поступлением. Если он волонтерил, значит, был волонтером на разных направлениях, тоже подтвержденной волонтерской книжкой, это тоже дает ему, допустим, 25 баллов и так далее. Все, что вы, уважаемые наши будущие ординаторы, заработали за время вашей учебы, вам нужно очень хорошо проанализировать и собрать эти документы, и при поступлении обязательно предоставить все эти документы в приемную комиссию, которая будет вам вот эти баллы суммировать к сданным баллам, когда они сдают вот этот вот большой тест на сдачу своих знаний по предмету. То есть вот такая совокупная история. Это как ЕГЭ. И вы сразу будете видеть ранжированность по вашему рейтингу, я имею в виду ординатуры. Поступаете вы, не поступаете, потому что это все у нас находится в открытом доступе. Это как ЕГЭ при поступлении в ВУЗ. Также у нас все в открытом доступе, вы видите, на каком этапе вы находитесь, есть ли у вас шансы поступить, и вот кто с более высокими баллами впереди или сзади. В общем, вот такая история. Но нужно обязательно собрать полное резюме, чтобы поступить в ординатор. Любая активность обязательно зачитывается. Поступил такой вопрос. Кто преподает ординатором? Да, разрешите, да, я все-таки продолжу. Всего вот у нас 43 специальности, и эти 43 специальности у нас реализовываются на 7 кафедрах, которые ориентированы на постдипломное образование. Они у нас разного направления. Например, кафедра внутренней болезни – это больше терапевтического направления. Заведующий кафедрой у нас гастроэнтеролог, врач высшей категории Абдулхаков Сайрустемович. Есть у нас кафедра неврологии с курсами психиатрии, клинической психологии, медицинской генетики. Заведующий кафедры – кандидат медицинских наук, врач-доцент, невролог Гомирова Римма Габдульбаровна. Дальше кафедра профилактической медицины. Руководителем является начальником бюро судмедэкспертизы Тимирзианов Марат Исмогилович. Он реализовывает направление по судмедэкспертизе, патологоанатомической службе, клинической лабораторной диагностики, ультразвуковая диагностика. Это на его кафедре. Есть две хирургические кафедры крупные. Кафедра хирургических болезней и акушерства и гинекологии. Заведующий кафедрой – профессор Зинченко Сергей Викторович, онколог по образованию. И кафедра хирургической болезни постдипломного образования. Заведующий кафедрой у нас доктор медицинских наук, профессор Бурмистров Михаил Владимирович, он же является заместителем главного врача. И, конечно, у нас есть большая кафедра стоматологии под руководством профессора Раис Габасовича Хафизова, который реализует все направления стоматологического профиля, которые есть у нас в лицензии. И на его кафедре, значит, у нас идет обучение ординаторов хирургических, стоматологических и терапевтических направлений. Ну и по фармации мы в этом году получили лицензию впервые. По фармации будем готовить специалистов этой области. Заведующий кафедрой у нас Диляр Хабилевна Шакирова, доктор фармацевтических наук, профессор. Поэтому вот такие семь кафедр на них базируются и проводятся обучение постдипломного сегмента нашего института. А где ординаторы проходят практику и как организован этот процесс в целом? Ага, Эльвира Рашидовна, вы расскажете, потому что человек, Эльвира Рашидовна, отвечает у нас за практическую подготовку и за взаимодействие с базами практик. Практическая подготовка ординаторов проходит на протяжении двух лет, практически с первых дней. Ординаторы направляются на базы практик, с которыми у нас заключены договора на практическую подготовку. Основные базы это у нас медико-санитарная часть КФУ, Республиканская клиническая больница, ГКБ номер 7, 12-я больница и частные клиники у нас также есть, клиника Королл и очень много стоматологических клиник, Республиканская онкологический диспансер, также заключен с ними договор. То есть ординаторы направляются туда на практику, участвуют во всей деятельности больницы и под руководством профессоров, клиник, врачей, они проходят там практику. А вот такой вопрос, кем станет выпускник ординатуры? Врачом-специалистом по той специальности, по которой он поступил. Врач-онколог, допустим, если он поступил на онкологию. Врач-стоматолог-терапевтический, допустим. Врач-хирург, то есть согласно федеральным стандартам, как прописано, таким специалистом он и выйдет. Будет ли меняться стоимость обучения в этом году? Это, наверное, вам вопрос. Вы знаете, стоимость обучения в этом году максимум только на 4%, на процент инфляции. Так мы не планировали повышение стоимости обучения. Поэтому в прошлом году для российских студентов это было 214 500 рублей по всем направлениям, кроме пластической хирургии. Вот пластической хирургии 300 900 рублей. Довольно дорогая специальность. Но вот она востребованная сегодня, и она только на вне бюджета идет. Бюджетных мест по пластической хирургии нет, есть специфика. Для иностранных студентов несколько выше. Цена 242 000. Но если будет меняться, то на 4% наверное может поменяться. Но пока установлены вот такие суммы. Они у нас тоже есть информация на сайте, можно посмотреть. Расскажите, пожалуйста, почему нужно выбирать ординатуру именно в КФУ? Вы знаете, наверное, можно долго рассказывать, почему в КФУ. Во-первых, материально-техническое оснащение университета, оно позволяет подготовить специалистов очень высокого класса. Это вот абсолютно точно. Помимо клинических баз, где у нас ординаторы допущены к любой операционной, к любой процедурным кабинетам, в ординаторские, имеет возможность работать с врачами у постели пациента. Есть еще у нас очень хороший симуляционный центр, где у нас есть симуляторы, на которых ординаторы, и студенты наши, и ординаторы, естественно, отрабатывают базовые навыки сердечно-легочной реанимации и варианты эндоскопических операций. Все это делается на тренажерах, и возможность у них потренироваться до входа в стационар тоже есть. И это всегда в их доступе, и специалисты, и преподаватели, они ждут и ординаторов, и так далее. Кроме этого, у нас есть специально организованный так называемый ветлаб. Это, значит, операционная, где делаются операции на крупных животных, ну, начиная с мелких животных, там, например, если хотят ординаторы научиться шить сосуды, допустим, да, сердечно-сосудистые хирурги, операции на каких-то мелких вещах, и вплоть до того, что там делают операции на свиньих, большие операции, серьёзные, ну, конечно, они под контролем идут наших преподавателей, которые являются, например, оперирующими хирургами, и вот с ординаторами они также отрабатывают навыки вот в этих ветлабах. Тоже это всё организовано, закупаются специально животные под их тематические занятия. Возможности все есть для того, чтобы освоить навыки и стать специалистом от простых к сложным вещам и подготовленным прийти в клинику. Ну, и, конечно, собственная клиника, медико-санитарная часть КФУ, которая является сегодня многопрофильным стационаром, это 800 с лишним коек. Направления в МСЧ КФУ практически все есть, то есть я имею в виду практически вся терапевтическая линейка. Есть свой роддом, есть хирургические отделения, есть терапевтический, неврологический, сосудистый центр, аритмология. В общем, те койки, которые обеспечивают сегодня поступление пациентов разных специальностей, где ординаторы могут практиковаться. Конечно, у нас нет, например, онкологии, но для этого у нас есть договора, как Эльвир Рашидов сказал, с крупными центрами, например, с республиканским онкологическим диспансером, центром, куда ординаторы наши направляются для обучения и для стажировки на рабочем месте. Ну и, соответственно, если у нас каких-то направлений нет, например, в тальмологии, у нас есть частные клиники, с которыми заключены договора. То есть всё, что нужно для освоения практических навыков и для того, чтобы выйти специалистом хорошего уровня в клиническую медицину, в университете, конечно, представлены и есть, и педагогический состав, я должна сказать, что мы именно для постдиплома подбирали врачей, практикующих врачей, которые имеют научную степень, но это именно не теоретические врачи, а те, которые стоят у постели больного, потому что здесь нам нужно научить ребят становиться врачами. И вот это самая главная и сильная сторона. Ну и ещё один маленький момент. У нас есть научная база в университете, которая сегодня также предоставлена нашим ординатором. И вот последний федеральный стандарт, который принят и реализовывается, там введено обязательное выполнение для всех ординаторов Российской Федерации, это будет применено как бы федеральный, да, выполнение обязательно научно-исследовательской работы в рамках производственной практики. И, конечно, возможности выполнения вот этой научно-исследовательской работы внутри университета, которые имеют направление и в биологии, и в химии, и в физике и так далее, и сделать интересную научную работу, тоже есть возможность в университете. Поэтому я думаю, что, ну, со всех сторон многосторонние варианты образовательных траекторий у нас есть. Что такое аккредитация врачей и какой процесс происходит в институте? Эльвира Шевна, вы расскажите. Да, после окончания ординатуры, ординатор, если планирует работать по полученной специальности, он должен пройти обязательно первично специализированную аккредитацию. В 2022 году на площадке нашего института будет проводиться первичная специализированная аккредитация по следующим специальностям. Это клиническая лабораторная диагностика, лабораторная генетика, генетика, дермат-венерология, косметология, хирургия, пластическая хирургия и по трем специальностям стоматологическим. Также остальные специальности проходят уже на базе КГМУ и КГМА. Получается так, что у нас в Казани три медицинских вуза, площадки распределены между вузами, то есть получается, что их ординаторы по этим специальностям придут сдавать аккредитацию к нам, а наши ординаторы по тем площадкам, которые распределены в двух других медицинских вузах, они пойдут сдавать аккредитацию к ним туда. Можно сдавать вообще в принципе в любом вузе, где открыта площадка. Аккредитация проходит после окончания ординатуры и получения диплома координаторами. Это примерно где-то в сентябре месяце проходит в два этапа. Первый этап это тестирование и второй этап это практикоориентированный этап. Распределены станции, по которым они должны сдать свои практические навыки. После этого они получают электронный сертификат с этого года. Сертификаты в бумажных носителях не выдаются. В личном кабинете на сайте госуслуг также уже специалист может получить, запросить этот документ, выписку из протокола. И соответственно работодатель после того, как уже все в базе у Министерства здравоохранения появляется, человек может спокойно пойти работать по своей полученной специальности. Работодатель должен уже кадровой службы увидеть, что ординатор, получив диплом по ординатории по определенной специальности, прошел первичную специализированную аккредитацию и имеет право работать по полученной специальности. Вот такой вопрос поступил. Есть ли повышение квалификации для ординаторов и какие курсы открыты в настоящее время? Повышение квалификации у нас новая программа мы сейчас разработали для наших ординаторов. Это программы профпереподготовки. То есть ординаторы второго года обучения в четвертом семестре мы делаем опрос у ординаторов по каким специальностям они бы хотели обучиться. И после этого у нас на сегодняшний день разработаны несколько программ. Это ультразвуковая диагностика, косметология, эндоскопия и оргздрав. То есть ординатор на четвертом семестре может поступить на данную программу и на выходе после получения диплома ординатуры он может получить диплом по профпереподготовке. Таким образом он получает фактически два диплома на выходе. После этого сдает также первичную специализированную аккредитацию по второму диплому и получается у него две специальности. То есть вот как бы наша фишка нашего поступления к нам в ординатуру еще в этом. Программы дополнительно еще будут у нас пока на данном этапе они в разработке находятся. Какие программы будут более интересны нашим ординаторам мы будем уже подстраиваться под их интересы даже скажем так. А для ординаторов есть общежитие? Для ординаторов предоставляется. Казанский федеральный университет имеет все возможности для того чтобы расселить всех иногородних ординаторов. В этом году пока заложена цифра 125 иногородних студентов которые подойдут к нам придут к нам в ординатуру. Если вдруг будет их количество больше чем заложено по плану конечно же будут рассматриваться все варианты расселения. Нужно сказать что сообщество ординаторов оно живет так скажем в одном доме в деревне универсиады то есть все вместе решая все вопросы и учебные деятельности и социальные деятельности. А отсрочка от армитии? Да очень важный вопрос особенно для юноши которые поступают в ординатуру. Согласно статье 24 федерального закона 53 федерального закона отсрочка предоставляется как раз на период обучения по программам ординатуры что является большим плюсом конечно и для нас как принимающей стороны да и для тех кто поступает в ординатуру. Пока закон такой. А можно ли сдать экзамен в другом БУЗе и поступить в КУФУ? Такая возможность имеется. Если вы выбрали другую площадку для сдачи поступительного тестирования так как это все-таки единая база мистерства здравоохранения российской федерации просто необходимо предоставить а мы увидим протокол с этими результатами. То есть да данная возможность она открыта для поступления в любой ВУЗ. Можно нет извините если льготы при поступлении в ординатуру и какие? Вы знаете именно на уровне ординатуры льгот определенных нет для поступления но хотелось бы сказать что есть некоторые технические возможности продления учебного плана до трех лет для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Не могу сказать что это льгота но с другой стороны вот в правилах приема данная возможность она прописана и если интересуют именно эти детали то вы можете посмотреть любой абитуриент может это увидеть на сайте приемной комиссии. А можно ли для подачи заявления в ординатуру использовать результаты тестирования пройденного и при аккредитации в прошлом году? Здесь получается какая ситуация если вас удовлетворяет те результаты которые вы получили например год назад при первичной аккредитации врачей да то и вас устраивает тот балл который вы получили вы можете предоставить но только в течение одного года то есть вот в этом году абитуриенты могут показать результаты прошлого года но опять же это только действует один год но если вдруг такая ситуация что вы не удовлетворены тем как вы сдали например в сентябре эту аккредитацию хотели бы улучшить свои результаты для того чтобы у вас появилось больше шансов на поступление вы значит повторно пройдете аккредитацию и те баллы они на платформе аннулируются и у вас появится новый протокол который мы увидим для при вашем поступлении ну на этом наши вопросы закончились спасибо вам большое за такие подробные ответы надеемся что еще с вами увидимся до скорых встреч а